Здравствуйте! А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. Полиция Нового Уренгоя поймала квартирную аферистку. Как оказалось, молодая женщина ввела вокруг пальца толпу горожан, о ее злодеяниях стало известно в декабре прошлого года. Жительница города нашла на сайте объявлений сообщение о сдаче квартиры и связалась с владельцем. Незнакомка по ту сторону трубки попросила внести предоплату за аренду. Не подозревая, что общается с аферисткой, Нового Уренгоя перечислила ей 28 тысяч рублей. После этого с обманутой горожанкой перестали выходить на связь. Тогда она пошла в полицию, а следом еще шестеро товарищей по несчастью. Всего хитрая девушка обманом заработала 160 тысяч рублей. Однако квартирную аферистку поймали. Ею оказалось ранее уже судимой за такие же преступления 28-летняя Нового Уренгоя. В отношении рецидивистки возбудили семь уголовных дел по статье мошенничества. Ее на время следствия отправили под стражу. В Губкинском произошли три особо крупных факта мошенничества за прошедшую неделю. 10 января неизвестные предложили мужчине инвестировать его накопление в несуществующие активы, после чего он расстался с суммой в 2,5 миллиона. В этот же день другому Губкинцу предложили то же самое, с тем же результатом. Разве что мужчина делался суммой в 1,5 миллиона. Наконец, 14 января еще одна горожанка попалась на развод от ЛЖСБ, которая уговорила ее перевести 2,5 миллиона рублей на безопасный счет, чтобы избежать снятия. По всем фактам возбуждены уголовные дела. За сутки в округе произошло 19 аварий. В них пострадали два человека. Так, днем в понедельник в Ноябрьске столкнулись Лада и Митсубиси. Водитель отечественного авто выехал на встречку, где врезался в иномарку. В результате ДТП водитель Лады госпитализирован. Вечером на дороге Сургут-Салехард сбили пешехода. Водитель Ниссан, проезжая со стороны столицы Ямала в Надым, задел человека, который был на краю проезжей части. В результате аварии пешеход попал в больницу. В Пуровском районе бурильщик сорвался с высоты и погиб. Как сообщает следствие, все произошло 16 января на одном из месторождений. Тогда, во время работ по установке насоса, 41-летний рабочий сорвался с высоты около 10 метров. Полученные травмы оказались смертельными. Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка. В Тазовском пьяный конфликт закончился смертью женщины. Инцидент случился в конце октября прошлого года в ремонтно-механической мастерской. По версии следствия, в тот вечер между слесарем и уборщицей произошла ссора. Оба участника конфликта были пьяны, сообщает следком. Мужчина начал избивать женщину. В итоге 47-летняя уборщица скончалась на месте происшествия от потери крови, которая произошла из-за повреждения внутренних органов. Во время следствия 29-летний злоумышленник признал свою вину и помогал расследованию. Дело ушло в суд. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok